Это вот сюда. Темно же! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Мэдисон. В прошлой серии мы ходили по лабиринтам, а что будет в этой серии, мы узнаем, как только мы спустимся из чердака вниз. Оп, телефон зазвонил сразу. Где он? Где телефон? Во-первых, это было выключено, по-моему. Телефон! Он где-то здесь. В гостиной? Джон? Джон? Я уже четвертый раз пытаюсь дозвониться до тебя. Говорит священник Томас. Я наконец-таки смог раздобыть информацию, о которой ты спрашивал. И правда в том... В том, что я переживаю за твою семью. Проще говоря, демоны пытаются совершить простые ритуалы, чтобы стереть границы своих душ. Чтобы провести этот ритуал, ты должен избавиться от объекта, к которому ты сильно эмоционально привязан. Принести его в жертву. Когда-то жили практикующие колдовство люди, которых за их воровство и бесчестие стали преследовать призраки. Они крали ювелирные украшения у древних династий, чтобы избежать нужды самим совершать жертвоприношения. Своими собственными сентиментальными вещами. Они выкупили жертвоприношения эмоциями других. Это извращенное существо пытается выйти за рамки даже этого. Я говорю о древнем ритуале, о котором очень мало известно. Семь жертв. Семь увечий. Семь увечий? Я полагаю, что мы наблюдаем ритуал обмена телами. Мэдисон Хейл пыталась совершить подобный ритуал до того, как она была убита. И теперь она заставляет твоего ребенка закончить это дело за нее. Она пытается завладеть телом твоего сына. Позвони мне сразу, как получишь это сообщение. А, эти звуки. Смотрите, тараканы как бы указывают, что нам нужно вот сюда. Вот сюда. Перестаньте. Вот сюда. Что это? Ключ. От чего? Что написано? Бэйс. Ключ от подвала? Что-то еще под этой доской. Ааа. Что я могу использовать? Я могу что-то еще использовать? Чего у меня нету? Ааа. Я даже не знаю, что. Хорошо. Ключ от подвала, значит ключ от подвала. Но разве я уже там не был? Я же там был. Тут нету никаких дверей. Что-то я не... Погодите. Да, мы можем сюда пойти. Что-то изменилось? Что-то реально изменилось? Или погодите? Нет. Да. Мы снова сюда идем. Зачем? Мы уже здесь были ведь. Ааа. Уже что-то другое здесь. Ааа. 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 The crowbar is in the basement. Лом в подвале. О, нет. Тихо. Что? Что это за место? Нет. Сейчас. Сейчас меня стреманут. Мне нужно найти... Мне нужно найти лом. Ааа. Ааа. Откуда? Тут нет потолка. Ааа. Мне нужно раскачивать эту лампочку, да? Хо-хо-хо-хо. Это очень прикольно. Здесь мне нужно найти будет монтировочку где-то. Нет, она здесь. А я могу как-то схватиться за эту лампочку? Что-то изменилось. О! Сейв появился. Какие-то предметы. Смотрите. На хранение я могу положить что-то. Ооо. Хорошо. Пока ничего не буду класть. Где ты? Ааа. Блин. Ааа. Хорошо. Она будет постоянно это делать. Надо еще раз клацнуть. Да. Вот так мы меняем расположение полок. Ой, как плохо видно. Давайте выйдем просто отсюда. А, мы не можем? Фоткаем. Блинушки. Ничего, ничего, ничего. Да, она будет периодически появляться. Это не страшно. Убери. Не надо доставать фотку. О, блин. Все. Здесь только по кругу можно идти. Здесь нет ничего. Ну-ка, есть ли еще разок? Что-то изменилось? Что-то явно изменилось. Смотрите, нашел. Есть. Обратно. Что-то изменилось? Или нет? Продолжаем. Опа. Нет. Нет. Свет дайте. Фоткаем. То есть, мы должны их всех сфоткать? Да. Да. Третья. Давай, появись. Появись. Какую? Так, мы, походу, угадываем правильную статую. Продолжаем. Нет? Все, фоткать нельзя? Дверь. Есть. О, боже мой. О, боже мой. Отлично. Это женщина. Она не отображается на фотографиях. Почему-то фото с ней. Они сгорают. О, боже мой. Боже мой, боже мой. Нет. Ты не готов. У меня есть фотик волшебный. Ты сгоришь вместе с этими фотками. Ты будешь гореть, Мэдисон. Идем в спальню. По-любому, монтировка используется для того, чтобы поднять эту доску. Есть. Монтировка, забери обратно. Нет? Я взял? Да, она вообще еще у меня. И что это? Это то кольцо, которое она упоминала? В своем дневнике. Да. Эээ, схватить. Кольцо, 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 кольцо. А что с кольцом-то надо делать? Опа! О, господи, мои глаза. Мои глаза горят. Теперь у меня катаракта сейчас будет. Господи, мне нужно выбраться из этого гребаного дома. Открыть записную. Что это я нарисовал? Стул, который в глаз. О! Она открыла! Ты мне тут не хлопай дверью! Ну-ка. А можно ли монтировку воспользоваться, чтобы вот это открыть? Сейчас, погодите, погодите. Погодите, где эта монтировка? Монтировка. Ноу! Ноу! Погодите! На чердаке, там же доска была. Там не нужно ничего класть туда. Нужно использовать монтировку. Как неприятно, ты забираешься. Как будто сейчас меня будут пугать, нет? Пожалуйста, не надо. Да-а-а. Кто там смеет хлопать дверьми? Да, это доска всего лишь навсего. Используем монтировку. Сейчас мы соберем какой-то коллекционный предмет. Или я не знаю что. Что-то важное. Кассета? Если ты нашел это... Не слушай. Как это не слушай? Ты что? Ты... А вот... Не, монтировка все еще здесь. Слушать! Конечно же нужно слушать. Блин, как страшно. За каждый угол вот так вот поворачивать, заходить, смотреть. Звуков все больше становится. Слушать! Слушаем. Я теряю свой разум. Бабушка? Я никому не могу верить. Даже Альберту. Если ты это слушаешь... Блю Низ. Настоящий. Блю Низ? Я знаю, что я не болен. И я знаю, что у меня не так уж много времени. Это хреново... Хреновина. Я чувствую, как он дышит прямо за мной. Напевая эту сраную песню. Снова и снова и снова. Снова у меня в голове. О, Блю Низ. Сзади. И он найдет. То, что он искал, господи. У меня прям мурашки по коже. Так долго один. Где его место? Блю Низ. Все, все, мне неприятно. По всей кухне. То, что он искал по всей кухне. Где он написал эту песню. Специально для тебя. А как я так слушаю кассету, держая в руке? Я совсем спятил. На кухне. Может быть, подойдет? Монтировка не подойдет. Мы же, кстати, не все открыли. Не каждый ящик. Не все нашли. Вот. Видите, что это? Ключ мы нашли. Здесь его нельзя использовать. Но его можно использовать там. В ванной. У меня просто дичайшие мурашки. Гораздо больше, страшнее мне. И некомфортнее, когда... Не то, чтобы монстр там появляется. А когда вот такие вот странные вещи говорят. Которые действуют мне на нервы. Закроем пока. Так, использовать? Блин, нет. Для чего же это? Давайте внимательно осмотрим этот ключ. Треугольник. А. Треугольник. Что бы это могло значить? Он выглядит как заводной ключ. Смотрите. В этой комнате статуи появились. Оу. Откуда они здесь? Ключ. Еще один. Тоже треугольный ключ. Взять. У меня теперь их два. Они абсолютно одинаковые. Зачем? Без понятия. Книжка. Взаимодействовать. Ритуал обмена телами? Я должен положить этому конец. Сентиментальная вещь. Семь жертвоприношений. Два тела, гость и носитель. Череп нужно. И человеческий прах. А куда конкретно положить? Смотрите. Что здесь? Что здесь? А, нет. Сентиментальная вещь. Одна уже у нас есть. Вот. Например. Ну, например, как вариант. Только. Что? Да, да. Работает, работает. Неважно, куда класть. Главное, класть. Череп. Класть. Ох. Ключ? Нельзя. Монтировку нельзя. Кассету нельзя. Камеру. Молоток. Ох. Так, хорошо. Эти предметы нельзя. Нужно найти что-то еще. Давайте посмотрим внимательно. Части тела. Сентиментальный. Значит, ритуал обмена телами. Раз, два, три, четыре. Пять. Подожди, пять. А сколько здесь этих? Раз, два, три, четыре всего. Потому что вот это не нужно класть куда-то. Это уже я буду присутствовать и участвовать. Значит, сентиментальную вещь положили. Семь жертвоприношений. Даже не представляю, что это значит. Голову положили. И человеческий прах. Где мне его надыбать? Погодите, а вот здесь же. Тут же куча замков. И вот, вот ключ. Раз. И вот ключ два. Мы сейчас выйдем. Мы сваливаем отсюда. Есть. Мы в подъезде? Опа, смотрите, коллекционка. Есть. Два нашел. Что это? Это из дневника бабушки. 15 июня 1972 года. Я ненавижу, когда Альберт проводит всю ночь за работой. Когда темнеет, такое ощущение, будто мир переворачивается вверх дном. Я слышу скрипящие звуки по всему дому. И дом. Я знаю, что мое зрение ухудшается, но вчера я потерялась в своем собственном доме. И не из-за плохого зрения комнаты двигаются. Я даже не могу найти свою собственную спальню. Мы здесь не в безопасности. Больше не в безопасности. Пока эта сущность живет среди нас. И 16 июня 1972 года. Альберт разозлился на меня за то, что я разожгла свечи по всему дому. Но мне почему-то кажется, что свет оберегает нас. Это все? Это... Это все. Нет. Брось ты. Ты это брось. Здесь должно быть что-нибудь, что я могу использовать. Погодите, это мастерская. Да! Есть! Вот это да! Наконец-таки! Все? Вот это даже я не знаю, для чего это. Давайте попробуем. Наверх. Наверх. Нет. Нет. Вниз. Наверх. 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 Вниз. Наверх. Вниз. Наверх. О боже. Для чего мы включили? Для чего ты это... Стоп. Еще один? О! Звук! Вниз. Наверх. Значит, вниз. Наверх. Вниз. Наверх. Вниз. Наверх. Вниз. Наверх. Вниз. Вниз. Наверх. Вниз. Наверх. Вниз. Наверх. Блин. Вниз. Наверх. Вниз. Наверх. Вниз. Вниз. Страшно? что я могу тут что-то я должен здесь распилить возможно ту коробку ржавую надо идти за ней есть тут какие-нибудь страхи нету страхов нету идем идем скорее страх страх есть у меня только куда нам вот сюда да нет мне нужен сейф в сейфе была шкатулка вот ты где взять пожалуй мы возьмем вот это возьмем вот это а да и кассету возьмем сколько у нас ой предмет закончились стоит ли брать кассету сейчас и посмотрим давайте нормально вот эта коробка она является открывающейся да она открывается поэтому давайте не будем ее части тел ну конечно же все верно а в другое значит ритуал будет у нас все правильно да хорошо кровоточит кровоточит отлично теперь пойдем распилим да это верно а там будет прах ну-ка покажи мне что тут это скорее всего жертва мэдисон как это мерзко выглядит окей надо забрать да забираем что у нас там еще есть место в инвентаре прекрасно теперь пойдем резать цепь боже мой я на очки вы не представляете цепь резать давай а это просто коллекционочка окей тихо перестань перестань что-то двинулась это что как же было удобно что два дома соединены вместе мы могли завтракать с дедушкой каждое утро классно было было зашибись согласен а вот это письмо прям торчит нет не юзабильная ты зачем ты так делаешь это грубо это очень грубо можно спасибо сюда закрываемся все спокойнее окей резать ага давай сразу два одним махом а что это какой то груз что было знаю на дно кидать людей сколько раз мне тебе говорить в доме никого нет с меня хватит этого бреда альберт пожалуй пожалуйста послушай это всего лишь книга сраная книга элизабет видишь здесь никого нет ее не существует он черт возьми нереален я знаю что что то происходит со мной как как то с этим связано а то что происходит как то с этим связано я просто знаю это болезнь элизабет боже мой ты больна я не больна ты так сойдешь с ума если не остановишься эта книга никак не связана с твоей болезнью мне хочется чтобы ты перестала вести себя как ребенок перестала прятать наши вещи и принимала свои чертовы таблетки боже ты думаешь что это нормально ты думаешь что зрачки исчезают как пыль я клянусь это сраная сущность делает это со мной хватит элизабет хватит вести себя как десятилетний и иди в кровать альберт все началось что день когда мы прик... привлокли эту сраную книгу в дом это болезнь элизабет ты больна если ты не веришь мне я уйду отсюда с меня хватит и я забираю Джонни с собой мы не останемся здесь эй 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 погоди это уже слишком у тебя паранойя эли сейчас четыре часа элизабет просто вернись в кровать пока мы не разбудили Джонни ну же мы можем обсудить это утром ты пожалеешь об этом ты останешься один наедине со своими тупыми сраными часами повздорили как неловко было все это слушать нет 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 аааа блин какую дверь выбрать какую дверь выбрать суда 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 ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Да. Ой, дверь закрылась. Они все как будто смотрят на меня. Окей. Все, сейчас начнется. Ритуал начинается. Сесть мне нужно. Что? Блин. О! Вот сюда ломится. Мне нужны эти четыре цифры, чтобы открыть эту дверь. Они где-то должны быть. Ну вот же эти цифры, да? Все. Ну как понять точно? Знаете что? У меня же еще есть кассета, которую я не слушал. Номер два. Скорее пойдем слушать. Идем. Идем. Идем и слушаем. Так, это кассета, но мы ее уже слушали. А, надо ее забрать. И поставим вот эту. Давайте. Становление одержимым зловещей сущностью характеризуется потерей контроля над телом, разумом и душой. Однако, сущностей этого зачастую мало. Она хочет больше. Ситуация становится намного хуже для носителя. В этих случаях одержимость – это всего лишь первый шаг плана демона. Окей. Поговариваю, что есть те, кто возвращается в наш мир, желая закончить незавершенные в их смертной жизни дела. Жертвы этих ужасных случаев одержимости подвергаются своего рода отсоединению. Астральной телепортации… Не знаю, как это описать. Эти злонамеренные существа заставляют носителя проживать моменты, которые не должны быть возможны. В другом месте и времени. Может, даже вообще в другом измерении. Это безумие. Но неясно, происходит ли эти телепортации внутри разума. Или носитель физически перемещается в какую-то альтернативную реальность. Альтернативная реальность? Я схожу с ума. Так, мы же все, да, смотрели уже здесь. Там еще телек. По-моему… Блин, перестань. Да, перестань. По-моему, телек. Так, здесь мы все. Здесь мы все. О-о-о! Что? Ой, блин, а что же происходит? Телек надо, да, включить, нажать. Ну-ка, а можно его сфоткать? Нельзя. Стоп, а рога? Их надо фоткать? По крайней мере, эти фотки намекают на это, но ничего не произошло. Ах ты, гнида, вот что я не нашел это. Кассета номер три, она здесь находилась, прямо на выходе. И тогда, возможно, мы продвинемся куда-то. Итак, кассету номер два забрать. Кассету номер три послушать. Джон, я хочу, чтобы ты понял, насколько действительно опасны эти демоны. Я наблюдал несколько актов экзорцизма в свое время. Не все выживают, чтобы рассказать из своей истории. Эти существа не живые, и это делает их сильнее нас. Они развлекают себя с помощью нас. Им нравится наш страх, причиняет нам боль, они кормятся ею. Это дает им мощь, дает им силу. Когда один из них присоединяется к одному из нас, этому практически невозможно помешать. Они играют с нашими телами, умами, пока не найдут то, что ищут. Они уже не люди. Они за грани всего, что мы знаем. Джон, я молю тебя, ищи помощь. Я расследую дело той женщины, о которой ты мне рассказывал, Мэдисон Хейл, и вернусь к тебе, как только найду что-нибудь. Держи эту информацию подальше от своего сына. Избавься от этой камеры, как только ты получишь это сообщение. Но, пожалуйста, пожалуйста, будь осторожен. Если у твоего сына уже был контакт с этой сущностью, его жизнь, твоя жизнь, и жизнь твоей семьи в опасности. Мам, Шанель, что я наделал? Я должен найти способ положить этому конец. О, нет. О, блин. Все, начинает мне штормить, штормить. Горит. Тело горит. Рога? В смысле рога? Что за рога? Мне кажется, я что-то видел, похоже, в доме. Да, я видел, я уже фоткал заранее. Нам нужно сфоткать рога. Теперь, видимо, их можно сфоткать. Теперь они обладают силой, которую мы изгоним, как только сфоткаем. Вот вы где. Чёрт. Чёрт. Я знал, что тряханёт, но что-то настолько сильно. Пять. Цифра пять. Что это значит? Нет, нет, только не снова. Нет. Не снова. Нет. Чёрт. Я не чувствую пальцев. О, боже мой. Что происходит с моим телом? Опять что-то нарисовал. Лампочка. Я не знаю, что это могло бы значить. Нужна какая-то... Там был красный свет, но везде было темно. Везде было темно. Всё, я понял. Погодите, но у нас же есть ещё такие. Где наша записная? Рога... Мы ещё не сфоткали стул с глазом. Не сфоткали чердак. Может быть, его надо сфоткать тоже? Хрен. Я знаю точно, что нам нужно сделать. Да. Нам нужно сюда. Походу, сейчас нам разрешат... Да! Что я, чёрт возьми, делаю? А дальше что? Нужно... Нужно сфоткать красную лампочку теперь. Возможно, она на чердаке. Чёрт. Дверной звонок. Надо к входной двери. Это вот сюда. Темно же. Ладно, я не буду. Я больше не буду. Кто-то звонит. Вот сюда. О, я не ожидал. Опа. Опа. Окей, идём. Всё ещё непонятно. Были фото частью проходящего ритуала. Отсюда не сбежать. Или она сделала фотографии для того, чтобы увековечить события. Ну всё, поехали. Согласно официальным источникам, 43-летняя женщина Мэдисон Хейл планировала убить 7 людей. К счастью, полиция была оповещена до того, как она смогла осуществить свой план. И положила конец этой резне. Его тело было... О, простите, простите. Не надо. Что произошло? Что мы делаем? Опа. Упс. Упс, упс, упс. Куда мы едем? О-о-о! Смотрите, фотка. Молодой человек умер сразу. Его тело было так же расчленено. Мэдисон пырнул её уже у входной двери. Ты. 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 Блин, страшно. Ты. Я. Здесь нет цифр. Вот так и будет говорить, да? Он будет действовать. На нервы мне. Я что, должен здесь увидеть? Так, там ничего же нету. А-а-а. А, повсюду дырки. Смотрите, виселица, которой здесь нету. Фу, боже мой. Что я должен сделать здесь? Дырки какие-то. Может быть, вот это? Нет, погодите. Да, это нужно сфоткать. Но не в таком виде? Или я просто встал не так? Нет, смотрите. Томас, Нельсон. Покойся с миром. Э-э-э. Спенсер. Оскар. Давайте заткнём его. Вот этого тоже не было. Стоп, может быть, куда-то другое место? Мы сейчас на пятом этаже. Давайте на четвёртый. Будем по одному этажу спускаться. Последней жертвой стала 35-летняя женщина. Мэдисон пырнула её уже у входной двери. Да, мы это слышали. Ладно, читайте, читайте эти субтитры. Здесь, смотрите. 4, 3, 2, 1. Начинается с четвёрки. Хорошо. Вот здесь. Молотком можно разбить. Лин Джейми. Давайте сфоткаем это, наверное. Значит, Лин Джейми находится напротив единицы. Джордж Браун. И вот ты. Всё? Это всё? Ладно, и последняя. Эшли спи... О, не надо. Не знаю, не знаю, не знаю. Напротив троечки последняя Эшли Смит. Там что-то сзади меня происходит. Что-то стрёмно сзади меня происходит. Погодите, но я должен пометить информацию. Напротив троечки у нас Эшли Смит. А теперь мы посмотрим назад. И охрене им? Нет, всё в порядке. Ладно. Чё, попробуем на... Следующий этаж. Третий. Смотрите, там была фотка. Можно сфоткать будет. Красная фотка, которая коллекционная. О, окей. А здесь, смотрите, по-другому цифры. Уже немножко повёрнуто. Ладно. Давайте смотреть. Так. Альфред Миллер. Напротив четвёрки. Потом. Напротив... Единицы. Может, я смогу сломать чем-нибудь? Ну, конечно, сможешь. Здесь Дрейк Флетчер. Погодите. Видите, он говорит, третьей жертвой был 27-летний мужчина. Значит, какой-то из этих гробов подходит нам. Нам нужно выяснить по дате рождения. Погодите, здесь никого нету. Почему? Звучит так, как будто что-то двигается. Так, здесь ничего нету. А что двигалось? Три. Два. Стоп. Всё поменялось. Всё, я понял. Нам нужно сделать фотку, да? Нужно сделать фотку человека, который находится здесь либо здесь. Это, наверное, может быть, сопоставить этажи нужно. Один, два, три, четыре. Но пятый непонятно для чего нам нужен. Ну-ка, а если вот это сфоткать? Три. Тройка поворачивается туда, куда я сфоткаю, да. Дело в том, что это указывает на этаж. На третью жертву, точнее, третья жертва. Итак, теперь главное понять, кто из нас является 27-летним. И это сто пудов Дрейк Флетчер. Нет, не ты. Да, это ты. Вот, ему 27. Всё. Мы сделали свой выбор. Теперь поехали на второй этаж. И поэтому на пятом этаже говорили, ты, ты. Потому что я буду следующей жертвой. О, 71-летняя мать. Ой, как темно здесь. Жертва женщина, 71 лет, лет, год. Джудит Хейл. Тут непонятно. 87-й год, только дата рождения есть. О-о-о. Окей, спасибо за свет. Окей. О-о-о. Блин, западло. Хорошо, может быть, здесь у нас есть? Смотрите, 902-й, 37-й. Я думаю, что это Джудит Хейл. 87-й год. Погодите. 71-й. 71-й год. А это 87-й. Она никак не может быть ею. И Кристиан Пинтер тоже, Питнер, точнее, тоже не является нашим. Скорее всего, вот. Вот это наша жертва. Окей. Все, мы это сделали. Теперь первый этаж. Здесь она что? Так, смотрите. Здесь, значит... Здесь все нормально. Здесь не надо даже ничего ломать. А, вот только здесь. Слушаем. 75 лет. Отец. Роберт Хейл, 87-й год. Нет. 90-й и 47-й тоже не подходит. Значит, только ты остаешься у нас здесь. Так, это 57. А вот это... Роберт Хейл, 87-й... Дата смерти, может быть. Давай ты пусть... Пусть будет он. Ибо все, у меня больше вариантов нету. Стоп. Мы везде были? Давайте теперь... На третьем этаже мы сделали. На четвертом этаже мы не сделали, да, по-моему? Так, где-то тут фотка сейчас будет, да, по-моему? От! Ха-ха-ха! Поймал коллекционку. Так. 35 лет, женщина. 35 лет. Эшли Смит, 2001-й. Нет, это не то. Это 100 пудов ты, Лин, Джейми. Слушай, я думаю, я все сделал правильно. Теперь надо идти наверх, да? Я. Так, так, так. Ну здесь что? Можно ли? Нет, еще рано фоткать. Очевидно, я ошибся где-то. 71 год. Джудит Хейл, погодите. Хейл. Фамилия такая же, как и у чувака на первом этаже. Значит, вот где мы ошиблись. Вот, все. Все. Ты, меня призывают. Да, я нужен, я нужен, я нужен. Я иду. Я иду. Я иду. Нет. Хватит. Ой, как я не люблю в липтах застревать. С детства ненавидел это. Сейчас она где-нибудь появится. Здесь напугает меня, да? Пятый этаж. Вот теперь я должен сфоткать зеркало. Yeah. Да. Окей, окей. Смотрите, что это? Ключ. Прекрасно. А теперь нам надо бы свалить отсюда. Да поскорее. Ground floor. Ох, меня не отпустят просто так. Без хорошей такой обсерушки меня точно не отпустят. Ну ладно. О, нет, свет начинает мерцать так. Чтобы эффектно появился. Призорок прямо у меня. Прямо у меня. Я не ждал ее здесь. Ниже. Перестань. Перестань говорить. Сам такой. Окей, хорошо. Ладно, все, поехали. Фу. Я думал, вот и решетка открывается. It's okay. It's okay. Все, ground. Да. Теперь просто бежим, сломя голову. Просто бежим. Вот это бег. Вот это скорость. Ты явно боишься, чувак. Закрыть. От. Все. 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 Что за ключ я взял? Комната с часами. Нет. Да, я так и знал. Я об этом был готов и не сильно испугался. Просто был боевой крик у меня. Очень боевой. Мне кажется, нужно включить все. В подвале свет. Да? Да. Если возможно, конечно. Очень надеюсь. Есть. О, так спокойнее гораздо. Вот. Наконец-то прогресс. Открывай. Открывай, бич. О, вниз надо идти. Неожиданно. Опять плющат. Господи. Моё тело. Мои руки. Это то, о чем говорил священник. Это создание. Оно питается мной. Погодите. Окей, открыть записанную книжку. Тик-ток. Да что это значит вообще? Дом полон часов. Да, ты правильно говоришь. Погодите, мне кажется, мы можем, да. Сейчас откроем. Тут будет какой-то секрет. Комбинация. Смотрите. Девять влево. Одиннадцать вправо. Надо сфоткать. Я теперь буду все фоткать здесь. А с другой стороны есть что? Нету. Погодите. Вот здесь. Смотрите, еще часы. Здесь таких две штуки. И у меня нету фотки их. Так, мы нашли записанную книжку в комнате с часами. А значит, попробуем сейчас открыть сейфы. Потому что как раз таки там и есть вот эта вот подсказка была, что если ты хочешь найти комбинацию сейфа, ты знаешь, где искать ответ. И записанную книжку там нарисована была записана книжка с часами. В комнате с часами. То бишь... Давайте закроем дверь. Все. Пробуем. У нас было девять лево, одиннадцать вправо. И в ванной было написано пять влево. Значит, девять влево. Не то. Еще раз влево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Право одиннадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. И пять вправо. Точнее, влево. Раз, два, три, четыре, пять. Да! О, наконец-то! Это что такое? Джон, сын мой, я уже старый человек, и жизнь прошла для нас всех. Я очень горжусь, когда вижу то, кем ты стал. Я очень счастлив, что ты мне подарила двух прекрасных внуков, Лука и Шанель. Я пишу это письмо, чтобы вы могли однажды понять все, что сейчас творится у меня в голове, и опровергнуть миф о том, что я просто безумный старикан. Бог действительно существует, и также существует и Сатана. Всю свою жизнь я сильно старался не веровать, но время наглядно показало мне, насколько сильно я ошибался. Твоя мать совсем не была больна, и я не мог предотвратить ее трагичную кончину. Насколько бы странно это ни звучало, Блюнис Реален. Ни один специалист не смог бы установить причину ее состояния, не говоря уже о том, чтобы подобрать для нее лечение, чтобы помочь ей сражаться с болезнью. Как же сильно я хочу вернуться назад во времени и сказать ей «Я верю тебе». Я пытался наладить с ней контакт более 15 лет. Я лишь хотел поговорить с ней последний раз. Скоро мы снова встретимся, и я буду молить ее о прощении. Это одиночество напоминает мне день за днем о том, как тяжело это жить без моего самого ценного и любимого в мире человека. Хотя бы я могу видеть ее лицо в каждой комнате этого большого дома. О книге. Я пытался сжечь ее, разорвать, закопать. Но нет смысла даже пытаться. Каким-то образом она все равно возвращается. В любом случае, теперь я пытаюсь держать ее у себя под замками и ключами. Я не позволю истории повториться. Спасибо тебе за то, что ты являешься тем сыном, о котором я всегда мечтал. Люблю. Твой отец Альберт Максвелл. Это все? А вот это что такое? Схватить. Мы схватили. Хорошо. А вот эта комбинация, как понять? Я не знаю. Мы пока не знаем. Возможно, потом узнаем. Не торопиться. Мы взяли эту штуку для часов. Возможно... Стоп. Стоп. Можно присоединить к часам, ведь да? По идее. О-о-о. Теперь мы должны подстроить. Погодите. Что? Мы таким образом их меняем на правильное время, да? А вот если мы меняем эту, он будет пищать? Нет. Ничего не понимаю. Вот только что он... Это, видимо, правильное время, да? Короче, мы должны что-то сделать с часами, со всеми этими. И таким образом откроется дверь. Смотрим. Кстати, у всех правильное... Видите? Точнее, правильно. Одинаковое время показывается. Абсолютно. Вот эти два огромных часа у них, как у двери. Но те, что я взял сейчас, показывают тоже время? Показывают вот это время. Так. И здесь есть вот такие вот часы, у которых, видите, время фиговое. Ну-ка, поставим. Он запипикал. Запипикал мне. Так. И теперь они показывают одинаковое время вместе со всеми на этой стене. Какие тут еще есть, которыми можно пользоваться, управлять? Да, видите, здесь тоже, вот возле этих часов, есть куча других, которые показывают определенное время. Смотрим. У меня здесь, смотреть, показывают... Ага! Прямо как эти. Но не совсем. Здесь показывают полвторого. А здесь 6.40. То есть сюда нужно 6.40. У меня таких нету. Значит, нам нужно найти полвторого. Потом 6... Что? Нет, не 6.40. Потом нужно найти... Да, 6.40. Полвторого, 6.40. И полдесятого. Полвторого, 6.40 и полдесятого. Нужно по дому бегать, искать их. Ладно, она будет нам препятствовать. Где все часы? А на чердаке не было случайно часов? Я не помню. Полдесятого, 6.40, полвторого. Ах. Да, вот же еще. Итак. Да, 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 да. Меняем. Полвторого. Значит, нам уже придется, получается, брать эти часы, идти в комнату с часами, ставить, менять и вот так вот, короче, туда-сюда бегать. Где у нас было полвторого? Вот она. Ставим. Далее нам нужно, получается... Оу, тихо. Значит, полдесятого и 6.40. Полдесятого и 6.40. Сейчас она опять будет нас пугать, да? Идем на кухню. А вот здесь пройдем, чтобы не пугало. А вот тут прошли. Ух. Ааа, нет! Стул в глаз! Стул не в глаз! Нет? Нет, и не то. Отлично! Полдесятого. Вот сюда. Ну что ж, последнее мы знаем, где находятся. Они находятся там, где был патрик деда. Есть! Заменяем! А это оно? Это правильно? Да, это 6.40, все правильно. Вот оно. Все, мы решили. Есть! Смотрите, да. Все правильно. Я правильно сделал. О, боже мой. О, боже мой. Нет! Все, паника начинается. Не надо! А я в наушниках. Мне даже уши не закрыть. Перестань! Забиться в угол! Дверь открыта. Что? Что было? Стоп! Фотки же! И мы должны фоткать! Да идем, не сым! Что тут? О! Часы! Похоже, что он так и не закончил. Это часы без стрелок. Зачем они мне? И какой-то крюк. И мы можем снова повесить. А, нет! Я понял, я понял, я понял. У нас же есть груз как раз таки. Мы как бы их заменяем, и таким образом дверь остается открытой. И мы можем спокойно выйти. Хрена бы лысого! Не работает! Окей, часы-то мы взяли. Хорошо. Кстати, смотрите. А когда я фоткаю... Видите? Шесть. Семь. Да, и что там еще было? Пять. Это же... Четыре цифры нужно для того кодового замка подобрать. А вон я вижу фотка. Короче, я просто забираю часы тогда, и пофигам. И просто насрать. Срать, наплевать. Слушайте, а ведь мы можем... Опа! Мы можем четвертую цифру сами подобрать на бум просто. Я не могу так больше. Можешь, чувак. Можешь. Иди. Все тело немеет. И почему это происходит со мной? Да хватит ныть. Сколько можно ныть? Ты уже воюешь, понимаешь? Ты... Все. Открыть записную книжку. Это должна быть комбинация или что-то в этом роде. Да, походу, комбинация. Стоп. Какая комбинация? Комбинация чего? Комбинация сейфа. Ладно, давайте сначала сходим, попробуем на халяву пройти целый эпизод. Я понимаю, скорее всего, нас сейчас хотят, чтобы мы к красному сейфу пошли. А мы не пойдем. А мы насрать хотели, да? Итак, семь. Шесть. И где-то еще была фотка. Ой, блин, я столько их нафоткал. Шесть. Говна всякого нафоткал здесь. Пять. Итак. Давайте, понеслась. Как мне... А. Пять. Шесть. Семь. И просто любую, да? А. Нет. А, наверное, еще дело в последовательности. Окей, идем к красному сейфу. Что мы видим на этом рисунке? Я вижу первый прокрут. Влево, да. Там стрелочка внизу. Раз, два, три. Три влево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вправо. И три влево. Окей. Неправильно. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три. Я неправильно посчитал, вы хотите сказать? Раз, два, три. Влево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вправо. И два. Ой, прости, два влево. Господи. Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь. Раз, два. А если наоборот. Начнем с маленького круга. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три. Начинается затуп. Ааа. Ааа. Вот оно как работает, оказывается. Оказывается, само направление стрелочки тоже является делением. Вот оно как. Так, куча бабок. И ключ Джонни. Ключ от... А Джонни? Ммм. Окей. Комната Джонни. Это где-то здесь была? Вот там вот. Да, это ты. Это ты. Окей, этот проклятый дом почти весь открыт. Уже недолго осталось. Мы почти у цели. Воу. 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 Раньше это была комната отца. Что здесь произошло? Смотрите. Чтобы спасти птицу, кролик подпрыгнул в воздух, оставляя всех своих друзей позади. Змея под крысой осталась. Пока в глубинах акула сотворила этот план. Вес. Акула в глубинах. Нам нужна змея. Ага. Акула в глубинах. Я понял. Я уже понял. Оно должно висеть. Должно висеть, должно висеть соответственно. А, кто там? Вот видите, еще один блок появился у нас. Один блок уже здесь есть. И так. Кролик подпрыгнул в воздух, оставляя всех своих друзей позади. Кролик должен быть выше всех. Змея под крыса. Это кто тут пищит? Странно. Закроем-ка лучше дверь, да? А, черт. Ладно. Пусть у кролика не будет веса, да? А, это вот здесь в клетке кто-то, да? Давайте еще раз. Змея под крысой осталась. Вот змея. Допустим, вот этот груз. Ага. Крысу, наверное. Не знаю, вот это часы, может быть. Что-то не так. Давайте часы пока заберем. У нас еще, по-моему, есть, да, один груз. Вот. Может быть, вот так надо? Так. Ну и, наверное, часы вот сюда. Сработало? Вот, да! Смотрите. О, нет. Нету фотки. И нету птицы. Блю, низ. Это есть книга, о которой все говорили? Взаимодействовать. Оу. Он неприятный. Давным-давно жило существо, чье имя было неизвестно. Это как бабадук прямо. Они решили идею позаимствовать оттуда. Оно всегда жило в одиночку. И его часто вид... И его часто видело само по себе. Что? Одной морозной холодной ночью ему стало так тоскливо, что оно погрузилось в спячку на два дня. На третий день оно проснулось в черноте с такой серьезной болезнью, что два его глаза исчезли в темноте. Существо слезло с кровати и поползло, ища глаза, которые оно было уверенно закатились. Оно скользило и переворачивалось, из-за чего колени покрылись ранами и стали синими. Так как его глаза выскочили и вывалились, они оба рассыпались как пыль. Оно и по сей день не имеет ни малейшего понятия, но это не повод прекращать поиски. Глаза. Теперь остерегайтесь этого мимолетного взгляда и убедитесь, что свет включен, так как накануло ваше собственное зрение, если вы не сможете убежать. Да, вот почему у нее зрение ушло. Он боится света. Используйте что-нибудь поярче для защиты. Для защиты? О! Опа! Вот это... Все поменялось. Твою мать, я ни с кому-то изменилась. Здравствуйте, меня зовут Джонни. Пошел ты, Джонни. Я не... Ну, я так понимаю, выбора нет. О, сюда нужно что-то поставить. Молоток. Я не знаю, что. Тут что-то должно быть. Оу, тихо. Что-то, что-то мы должны найти. Фотку. Фотку надо сделать. Да. Окей. Мы где... Мы где... О! 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 Я понял, будем фоткать! Будем фоткать голубоколенного! Да? Это надо сделать. Что это? Граммофон со свечками. Закрыть дверь. Нельзя закрыть дверь. Что это? Держать. В смысле держать? Пыга, тихо! Это... Это скример или реальная опасность? Сказали же, что надо фоткать его. Но это странно. У него же нет глаз. Каким образом вспышка ему навредит? Ладно. Выбора нет. Блюни сзади. Он найдет то, что ищет. Так долго один, где ему место. Окей. Не буду петь. Отвратительная песня. Очень стрёмная. Что? Что был за звук? Глаз. Глаз какой-то, блин. Это человеческий глаз? Я нашел человеческий глаз. Только что. Или это его глаз? Скорее всего, это его глаз. Опа, еще граммофон. Нам нельзя, 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 нельзя терять бдительность. Блин, да что это? Да что же это такое? Окей. Окей. Потом посмотрим на фотку. Играем. Опять эту песню слушать. долго очень долго опять звук что это ничего ничего не дало звук был но ничего не дало я думаю что вот это глаз ладно значит нужно найти граммофон и еще и видимо в них будут глаза погодите стоп что не понял я как будто по кругу еду да не кажется все перестроилась мы на чердаке каким-то фигом оказались чем может дождаться его да давай дождемся он идет он идет иди сюда давай черт какая страшная ты вразота быстрее а надо было посмотреть фотку ладно фиг с ним следующий раз следующий раз держать окей мы теперь точно знаем когда он приходит какие звуки появляются когда он приходит весь дом перестроился я даже могу теперь не рассчитывать на память которая у меня осталось расположение всех комнат тут просто рандомно идешь и ищешь где-то граммофоны давай бульк так пожалуйста нет окей окей хорошо нет так нет и здесь уже опять да все поменялось тысяча раз что это смотрите синие синие коллекционные еще оказывается есть такие нифига себе опа звуки стоять стоять есть убрал убрал его да че опять я хотел посмотреть ладно потом посмотрим дверь закрыта все закрыто с этим вроде как мы уже все сделали да я не в ту сторону иду надо идти в эту сторону берем фотик надо идти по кругу дальше это чердак это вау вау есть ну че ждем его ладно давайте будем держать да да идет все хорошо отлично заодно сейчас посмотрим фотку ну давай 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 чё как как ты выглядишь а я так и думал не фотогеничный просто все теперь мы спокойно слушать ну 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 это не глаз окей сразу дальше идем а мэдисон то исчезла вот что погодите этот нельзя использовать сюда раньше здесь не было света кто-то проблевался в раковине ну-ка мы вернулись сюда оп можно кинуть хорошо один кинули идёт 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 давай да чёрт 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 господи я не могу спокойно реагировать мне очень страшно может быть здесь смотрите у меня новый друг его зовут блин из голубые коленочки вот отлично вот смотрите дом офигеть он переделался давай вот они делают конечно нудные пазлы они интересные но нудные то есть надо слушать это вот так долго каждый раз да 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 есть всё валим ну хотели за сколько глаз там нужно говорили про два глаза можно тысячи давай гоу бросаем то значит бабушка вовсе не была больна оно было тем что убило её чё делаем ноль чёрт где мы а а а а а чёрт а господи господи помилуй а а ладно это нужно было пришлось потерпеть он нас вернул обратно а а где сама мэдисон всё у нас есть код мы ой о боже мы хромаем походу это конец а нет а вот и мэдисон вы не можете использовать камеру сейчас терпим давай братан держись нет о нет он она жирная стала или мне показалось это моя собственная бабушка что мне теперь заела песня блю низ в голове Это наша бабушка Это даже не Мэдисон Наверное Не слушаем, не слушаем, не слушаем Идем спокойно Сейчас все двери закроются перед нами, да? Путь только один Да Да Да, путь только один О, беда, ребят Все Терпи, терпи, терпи Осталось пару шагов Что ж там? О-о-о-о, бабка Что ж там ломится? Хорошо, она хоть трусы не забыла одеть Все, закрываем дверь, чтобы никто не мешал ритуалу Так Что ж, давайте смотреть фотки наши Надо убрать все ненужные Вот это весь хлам Не надо Видели, на фотке было куча глаз Так, это оставим, это коллекционка Это очень важно Джудит и всякие Итак, пять Шесть Семь Ноль Ну давай Давай Пять, шесть, семь, ноль Странно, я же через все прощелкал Смотрим Пять, шесть, семь Вот, теперь это работает Что это? Прах Что я должен с ним сделать? Приблизить могу? Я не могу его взять Ну Смотрите О, нет, плющит Слышите, как я начинаю дышать? О, нет Нет Я становлюсь злым Открыть записную книжку The Hanged Sun Повешенный с... Мой голос Я должен повеситься? Вы не можете использовать камеру сейчас? И повеситься сейчас не могу? Что я должен... Камеру Камера похожа на робота-песика Посмотрите, глазки, ушки И вот это его рот Да, я должен это сделать Видимо, у меня нет вариантов Ну ладно, повесимся По крайней мере, мы этот кошмар закончим Разве что наша душа не попадет в рай Э, в ад В рай вообще отлично было бы Не делай этого Или, не знаю Вариантов нету Это же все обман Демон сулит нам спасение Но на самом деле Ничего этого не будет Мы наоборот помогаем завершить ритуал Чтобы стало только хуже О, отвратно Что, я должен что-то сделать? Я не могу О Почему Смотрите, снова в глазах прояснилось Я умер? Не понимаю Походу, да Я перестал дергаться Но я все еще вижу И последняя будет Сейчас сфотка, да? Сейчас меня сфоткает Нет Или да О, это будет крутое завершение игры Последняя фотка Да Да, я угадал Это очевидно было Опа Нам покажут, что там? Или такая же сгоревшая фотка? Нет Нет, все Что это было? Создано Написано И срежиссировано Одним человеком И вот эта игра Закончилась С одной стороны Наконец-то С другой стороны Даже немножко жаль Мне нравится Как она сделана Она очень качественно сделана Другое дело, что Некоторые Большинство Все пазлы Они как-то Очень затянуты Слишком затянуты Особенно вот с лабиринтами Просто Супер Бесивно было с лабиринтами Долго Непонятно Ну ладно Мы догадались Довольно-таки быстро В тот раз Музыка Музыка Неприятная Короче Сейчас Спагетти Она так долубит мне в уши Я хочу посмотреть Будет ли что-нибудь После титров Какое-нибудь дополнение Что значит Что мы очнулись Это я немножко не понял О нет Все Конец Я не знаю Что это значит Мы Демон Населился Или мы наоборот Его изгнали Остается только гадать Друзья Но Мы закончили эту игру Я очень надеюсь Что вам понравилось Если понравилось То поставьте лайк Подписывайтесь на канал Вступайте во все мои соцсети И ссылки будут В описании На мой телеграм На мои Короче Все-все-все Что где я есть Где есть моя аура Мой запах Все будет там Внизу С вами был Юджин Друзья Увидимся в других видосах Люблю вас всех Обожаю Целую Обнимаю Берегите себя Друзья И всем Пять Берегите себя